27 августа в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялось ежегодное августовское совещание руководящих и педагогических работников системы образования от задач к решениям «Стратегические ориентиры образования гордых Совьер на 2018-2019 учебные годы». Программа совещания включала в себя общепленарные заседания и секционные заседания для педагогов и специалистов общеобразовательных организаций дополнительного образования. В работе пленарного заседания приняли участие глава города Хасавюрдзайнудин Акмазов, председатель собраний городских депутатов Загит Салим Дадаев, начальник управления образования Руслан Ипрагимов, директора и педагоги общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также начальники и специалисты администрации города, общественники и представители местных СМИ. Открывая собрание, во вступительном слове глава города Хасавюрдзайнудин Акмазов поздравил всех присутствующих с наступающим новым учебным годом. Отметив важность качественного образования и улучшение показателей по всем индуктивным показателям. В прошлый год у нас прошел как бы успешно, мы остаемся на тех завоеванных позициях системы образования республики. Он проходил под знаком повещения качества знаний, хотя количество выпускников 11 классов нежда в этом году увеличилось. Если в прошлом году я был 20, в этом году более 30. Так и сократилось у нас количество медалистов золотых от 90 в прошлом году до 40 в этом году. Но это тоже говорит о том, что мы работаем над тем, чтобы повысить качество, требовательность к знаниям повышается. И сдача ЕГЭ у нас в городе проходила на высоком уровне. Замечание не от проверяющих министерства, и именно только Хасавюрд не получил ни одного замечания. В этом году эти требования будут повышаться, повышаться именно качество знаний. Для этого пересматривается административное положение министерства, меняются правила аттестации руководителя образовательных организаций, меняются правила и критерии аттестации учителей с целью определения квалификационных категорий. Вот это все в конечном итоге нам должно давать учащихся, которые получили качественные знания. Основным докладчиком совещания выступил начальник управления образования Русан Ибрагимов, который поблагодарил коллег за взаимодействие при решении задач, направленных на развитие системы образования округа, и подробно остановился на факторах повышения качества образования. Залогом повышения качества образования является качественное управление системой образования, использование эффективных управленческих технологий, рациональное распределение и использование ресурсов, сказал Ибрагимов. Система образования города Пасаюта представляет собой 39 образовательных учреждений, из которых 23 школы, 8 учреждений доп. образования и 8 учреждений дошкольники. Общий контингент детей 23 в наших школах на сегодняшний день составляет порядка 20,5 тысяч детей. Это если сравнить позаброшенным годом, на 2 тысячи детей увеличился у нас контингент. В 16-м году каждый год почти на тысячу человек увеличивается контингент. Количество детей у нас в детских садах 3,5 тысячи, а 1,100 мест. И учреждения дополнительного образования более 12 тысяч детей, которые занимаются группой дополнительного образования. В школах у нас, конечно, ситуация по местам тяжело. С этого года ориентировано, что на сегодняшний день 5 школ переходят в трехсменный режим работы. Не осталась на стороне и система дошкольного образования, в которой воспитывается более 3 тысяч маленьких горожан. Кроме того, обсудили оценку качества образования в свете среднего балла ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. Предметами, которые сдают все учащиеся отделочных классов, и на основании которых дети получают аттестаты о среднем полном общем образовании, это предметы русский язык и математика. В 2017-2018 учебном году русский язык сдали, участвовали в экзамене 351 учащихся, не преодолели минимальный порог 6 учащихся. Средний балл составил 60,69 балла, что на 2,72 балла выше по сравнению с прошлогодним показателем. По математике приняли участие 346 учащихся, 36 учащихся не преодолели минимальный порог. Средний балл составил 3,67 балла, что всего лишь на 0,09 балла выше прошлогоднего показателя. То есть мы видим, если по русскому языку имеется положительная, хорошая динамика, то по математике она практически у нас в прошлом году был минимальный порог 10,8,3%, а в этом году 10,4%. Остальные предметы учащихся выбирают по выбору для поступления в высшие учебные заведения. И наиболее часто выбираемыми предметами являются история, общество знания, биология и химия. В итоговой резолюции, принятой участниками совещания, были расписаны пять пунктов приоритетных направлений развития системы образования в 2018-2019 учебном году. В завершении совещания была проведена церемония награждения отличившихся педагогов нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» и почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации.